Здравствуйте! Вот и приходит зима, и самое время потихоньку начинать обустраивать свой лагерь. Во все времена главной частью лагеря было костровище. Именно с обустройства костровища, а точнее прилегающей к нему территории, мы и начнем. Это, наверное, первое видео по этой теме, потому что планов нас очень много. Но сегодня мы будем делать своего рода скамьи. Как нельзя лучше для этого подойдет бревно. Наше бревно мы, по сути, нашли, но, в принципе, не проблема такое бревно выпилить, особенно, когда есть лучковка. Раскололи бревно по трещине с помощью двух клиньев и топора. Конечно, мачете такого сделать нельзя, потому что у мачете нет ни обуха, ни тяжелой части. Но уже вот в обработке, допустим, по сравнению с топором, мачете эффективнее во много раз. Следующим шагом изготовим два паза. Пазы должны представлять собой развернутую большим основанием вовнутрь трапецию. Я собираюсь использовать новую, по крайней мере, для меня технологию. И именно такой способ позволит расклинить стойки достаточно надежно. Но об этом уже позже. С одного из торцов бревно имело неопрятный вид. Решил это исправить с помощью лучковки. Для стоек используем небольшое бревно, где-то 10 см в диаметре. Конечно, как ни крути, бревном это сложно назвать. Это скорее жертвь. Но я думаю, суть это не сыграет. Вместо рулетки уже использую ставший для меня привычным способ с веревкой. Просто измерив всю длину бревна веревкой, сложив ее пополам, легко найти центр. Способ, насколько примитивный, настолько и действенный. И это только один из десятков способов применения веревки. Наверное, снимем когда-нибудь об этом ролик. Ну а пока просто отвиливаем. С одного из торцов затачиваем наше бревнышко. Конечно, было бы неплохо чем-то бревна обрабатывать перед тем, как вбивать в землю. Ну а пока мы ничего не придумывали, просто, можно сказать, на сухую забиваем их. И еще уже попользовавшись такой скамьей, так сказать, с опытом, могу сказать, что стационарный вариант скамьи, да и в принципе мебели в лесу, не самый лучший. Наверное, об этом будет какая-то информация в следующем из роликов. Ну а пока сгоняем круглое сечение торцов в прямоугольное. И еще раз повторюсь за точность. Чем точнее сейчас все будет сделано, тем дольше прослужит вам ваша скамья. Я же просто примерно рубил все мачете на глаз, примеряя и подгоняя все миллионы тысячи раз. Теперь делаем в нашей стойке пропилы так, если бы мы хотели, например, насадить топор. Хотя и в принципе способ похож на насадку топора. Конечно, уже с уверенностью могу сказать, что пропилы ближе к краю намного эффективнее и продуктивнее. То есть, когда клин расклинивает малый объем древесины, и стойка не трескается, и все достаточно плотно прилегает. Теперь же просто вбиваем одну стойку, надеваем на нее нашу сидушку, и вторую стойку подгоняем под паз. После теса у нас осталось очень много всяких щепок, и в принципе выбрать какие-то годные не составило никакого труда. Уже на месте подгоняем к лини друг к другу, к шипу, так сказать, импровизированному, и приступим все сверху нашим топориком. На видео уже второй раз, когда я пытаюсь все насадить, и как можете видеть, одна из стойк треснула. Это опять-таки только из-за того, что был неправильно сделан распил. На этом можно считать, что видео закончилось. Приятных посиделок.